В 2003 году в этот день впервые прошла городская акция против наркотиков при поддержке молодежных организаций, созидания и истоки. Цель – рассказать о вреде наркотических веществ младшему поколению. Школьники также высказали свою позицию. Наркотики очень опасны для общества, при том для всего. Многие люди от них сейчас зависят. И, конечно, нужно преодолеть себя, чтобы от них не зависеть. Нужно, в общем, бороться с собой. Годом позже, 16 марта, огонь охватил территорию механического завода площадью более 100 квадратных метров. Пожар здесь проходил не в первый раз. Однако руководство ничего не предприняло. Правила безопасности субледены не были. Но обошлось без жертв. Прибытием на пожар первых подразделений было установлено, что происходит горение кровли. И также частично внутри на площади порядка 150-200 квадратных метров. О чем был подтвержден повышенный номер. Все силы и средства собрались к месту вызова. Значит, трудности какие были? Самая основная и главная трудность – это то, что здесь практически отсутствует противопожарное водоснабжение. Юбилейный 15-й по счету конкурс «Учитель года» проходил в 2006 году. Здесь собрались самые творческие, умные и опытные преподаватели. В финал из 12-ти смогли попасть только семеро. Но в любом случае все получили большой опыт. Человек любой профессии всегда должен расти профессионально и знать свой уровень. Этот конкурс помог мне определить, что я из себя представляю на данный момент как педагог. Подсказал конкурс, над чем я еще должна работать в будущем. 16 марта 2007 года республику посетил известный скульптор. Зураб Церетель в Мордовии был не первый раз. Но гости все равно встретились с широкими объятиями. Ну и, конечно, не обошлись стороной Степана Дмитриевича Эрзю. Далее исторический момент. Цветы от Церетели Эрзи. Великому мастеру от скульптора мира, как в один голос называют гостя. Двух скульпторов объединяет стремление к монументальности. Эрзи только мечтал создать скульптуру в скале. У Зураба Церетели главная мечта сбылась. В 2011 году в этот день произошло чрезвычайное происшествие, которое стало причиной переполоха в почтовом ведомстве. Рабочие среди посылок обнаружили подозрительный прибор. Пришли страховые мешки международные. И когда мы их стали укладывать на тележку с транспортера, то вот когда мы положили вот этот мешок международный, то там вот засветилось почтовое отправление. Мы даже не в курсе были, что это такое там находится. Но вот это вот свечение, оно обратило на себя внимание. Оказалось, это обычный электронный манометр. Но в тот день работу склада пришлось временно приостановить, а сотрудников издания вывести. Было обследовано кинологом с собакой. Взрывных устройств обнаружено не было. Таким был этот день глазами наших журналистов. Арина Мелешкина, Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин